Экзамен по русскому обязательный для тех, кто поступает в ВУЗы в этом году, а значит и самый массовый. Чтобы избежать скопления участников, его проводят в два дня. В Севастополе на экзамен по русскому языку зарегистрировано около двух с половиной тысяч человек. Его проводят в одиннадцати пунктах города. На базе школы номер 22 один из таких пунктов. На экзамен пришли 153 человека. Накануне было на шесть меньше. Общий сбор во дворе. Толпы нет. Пришедшие на экзамен входят в помещение по команде. Паспорта без обложек. В открытом виде. Регистратору называете. Школу, фамилию показываете паспорт. Соблюдаем дистанцию. Дистанцию соблюдаем. Стоим. Внутри правила технической и эпидемиологической безопасности тоже соблюдены. При жаркой погоде за окном больше всего волнует вопрос температурного режима. Во всех кабинетах полностью, во всех школах, где пункты проведения экзамена закуплены, рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Во всех кабинетах у нас полностью закрыты окна жалюзи. От 22 до 28 градусов максимально. Вот вчера была зарегистрирована температура во всех кабинетах. При входе в ППС стоят дезинфекторы для обработки рук. Все работают сегодня в масках и в перчатках. С 6 утра до 8 утра, это 2 часа, у нас работали рециркуляторы воздуха. Ещё одно новшество этого года. Всем участникам – бутылки с водой. Для каждого в аудитории предусмотрена жидкость прозрачной таре. Заболевших и плохо чувствующих среди пришедших не выявлено. Все здоровые, все нормальные. Катаральных явлений тоже нет. И температура нормальная у всех. Ровно в 9 начало регистрации участников экзамена, термометрия, дезинфекция и рассадка по кабинетам. Аудитории 20. И в каждой не более 8 человек. Строго по списку с соблюдением социальной дистанции. Матвей – выпускник 38-й школы. Он из семьи военнослужащих стремится продолжить семейную династию и связать судьбу с флотом. В планах поступление в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Дистанционное обучение далось непросто. Когда нет рядом учителей, к которым привык уже, это немножко сложнее. Потому что живой человек может объяснить всё намного легче, чем ты сам можешь это прочитать в интернете, более доступно. И в целом удалось подтянуть оценки по некоторым предметам. Мне этого хватает. Безусловно, дистанционное обучение отложило свой отпечаток в целом на окончании учебного года. Поэтому нашим одиннадцатиклассникам пришлось очень-очень тяжело. У нас заканчивает 116 человек, и только один учащийся отказался сдавать экзамены. Это показало, что дети готовы. Дети готовились к единому государственному экзамену. И в этом поддержали их и учителя, и родители. Насколько готовы дети, результаты станут известны 23 июля. В прошлом году шестеро севастопольских выпускников по ИГ русского языка стали стобальниками. А пока в 9.50 инструктаж и в 10 – начало обязательного испытания. Экзаменационные материалы снова приходят по интернету через зашифрованный канал. Тут же их распечатывают и раздают участникам. Каждому свой уникальный вариант заданий. Экзамен по русскому длится 3 часа 30 минут и состоит из двух частей. Первая – это тесты. Вторая – сочинение. За соблюдением всех норм и требований в штабе пункта проведения экзамена следят наблюдатели. Технический специалист сидит и смотрит вот здесь на мониторе. Вот здесь, снизу, отображается информация о текущих нарушениях, если они есть. Дальше мы идём непосредственно в аудиторию, где обнаружено замечание, и проверяем, если оно есть, ставим подтверждение, составляем акты или делаем соответствующее замечание. Если нет, то мы ставим галочку, что не подтверждено. После экзамена работы тут же сканируют и направляют в региональный центр оценивания для дальнейшей обработки. В Севастополе на проведение ЕГЭ по-русскому выделено более 800 специалистов. Минимальный пропускной балл для поступления в ВУЗы по этому предмету – 36. Следующий экзамен после русского математика. Его проведут 10 июля. Впереди ещё профильные – история физика, общество знания химии и иностранные языки биологии. Ирина Варава, Андрей Вовк, Новости Севастополя.